У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратору или учителю Зане. Это мужчина. Я куратор. Куратор. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, все убрали, все, что ей мешало. Остались 10 вопросов, которые она оставила для своего куратора. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Буду так любезен. Для этого я здесь. Благодарю вас, уважаемый Ахилл. Первый вопрос. Откуда моя душа? Плеяды. Плеядянка. Плеяды. Родные Плеяды. Я приветствую представителя Плеяд в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю за это. Идем дальше. Благодарим и вас. Второй вопрос. Можно идти дальше? Можно. Как выглядят мои энергии, мой стержень? Твои энергии выглядят великолепными плеядянскими сплетениями. Каждая звезда дает свой цвет. Этот цвет сплетается в одно целое и превращается в гибкий стержень, которым ты можешь управлять, как пожелаешь. Энергии разные, так как разные объекты плеят, дают их. Каждый объект отвечает за определенную функцию и имеет свое предназначение. Цвет же ты можешь выбрать сама. У кого-то это черный гибкий цвет. У кого-то более светлой энергии. Это зависит от твоего характера и настроения. Контролировать эти энергии – это твоя задача. Я благодарю вас, уважаемый Ахилл. Третий вопрос. Какой уровень моего высшего я? Десять. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Каковы задачи моей души в этом воплощении? Твоя душа получает прекрасный опыт материнства и семейного благополучия, контролируя свои всплески, эмоциональные перепады. Это твоя задача – концентрировать твою душу, делать ее гибкой, терпимой, подстраиваться где нужно и сохранять энергии. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какие таланты во мне скрыты и что стоит развивать? У космических душ много знаний и соответственно талантов. Что тебе развивать? Нужно прислушаться к своей душе. На этот вопрос твоя душа ответит тебе своими чувствами и приливом радости. Главное – развивать душу, пополняться правильной информацией, анализировать ее и искать суть, зерно, слушая свою душу и наполняя ее правильными эмоциями, складывая информационный пазл в одно целое. Благодарю вас. Идем дальше. Шестой вопрос. Какие мыслительные ограничения мешают моему прогрессу? Я извиняюсь. Добавка по предыдущему вопросу. Пожалуйста. Информационный пазл. Я имел в виду по развитию души. Никакие другие информационные известия на планете Земля. Я не включаю в свой ответ. Лишь книги и уже пройденные практики, которые были даны на Земле, душа даст ответ, какие лежат в твоем желании и принимаются душой. Благодарю. Я отвечу на следующий вопрос. Какие мои мыслительные ограничения мешают моему прогрессу? Вы об этом говорили. Не я дал поправку на предыдущий вопрос. Это не был ответ на вопрос заданный. А теперь я отвечу на этот вопрос. Твои ограничения — это твое упрямство. и устойчивые знания, на которых ты опираешься. Ты не подпускаешь себе что-то новое, думая, что и так всё знаешь, опираясь на них. Более гибкой и терпимой нужно быть и использовать свои энергии в этом пространстве. Это значит, что ты должна выслушать и анализировать. Иногда нужно представлять, почему человек оперирует этим поведением и реакцией. Ставить себя на место этого человека. Практиковать правильные реакции без блесков и одинаковых реакций. Я ответила на этот вопрос. Я благодарю вас, уважаемый Ахилл. Седьмой вопрос. Какие неосвоенные уроки или задачи связывают меня и мужчину, с которым я имею детей? Задачи материнства и отсутствия, решения семейных проблем и каждодневной рутины, учась друг у друга, уступать и терпеть. В правильном смысле этого слова, объясняя поведение и реакции, разговаривая с друг с другом, не только выполняя рутину, но и общение очень важно в вашем союзе. Я ответил. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Восьмой и девятый вопросы связаны с проживанием на Земле, в прошлых жизнях. Сколько раз я воплощалась на Земле? Восьмой вопрос. Планета Земля. Да. Смотрю. Двенадцатое воплощение. Двенадцатое воплощение. Девятый вопрос. Кто я была и где жила в прошлом воплощении на Земле? Одиннадцатое воплощение. Смотрю. 1708 год. Азиатские страны. Путешествовала. Много путешествовала. Была мужчиной. Останавливалась в монастырях, в деревнях. Занималась духовными практиками. Медитировала, левитировала. Левитировала, вы сказали? Да. Был определенный подход к еде. Пользовалась энергиями. Или яд. Телепатически связывалась, чтобы подчеркнуть знания. Много думала и много молчала, прежде чем что-то ответить. Слушала разных людей, передвигаясь с одного места на другое. Изучая традиции сказания и быт. Япония и закончила свою жизнь в одном из храмов, монастырей, где проживали освященные монахи. Какая насыщенная жизнь. Очень интересно. Успел ли он, она, в той жизни передать свои знания кому-нибудь? Или это чисто для себя? Это не был путь. Передавание знаний, как я уже сказал, больше служила, чем говорила. Постижение. Наполняя свою душу земными радостями, сказаниями. И смотрела за бытом проживание других людей. Наполняясь энергиями доброты. Очень интересно. Благодарю вас, уважаемый Ахилл, за эту информацию. Вы закончили здесь? Или хотели добавить? Благодарю вас. И остался последний, десятый вопрос. Какой еще совет мог бы мне помочь? О чем я не подумала спросить? Хорошо, я добавлю к предыдущему вопросу. Это свяжется с последним вопросом и даст тебе направление. Останавливаясь в разных местах и выполняясь энергия доброты и гостеприимства, ты отдавала свои знания, но в правильном потоке. Могла лечить энергиями и травами. Лечить, потому что была связь с плеядами телепатическую. И ответ приходил сам с собой. Травы ты изучала, разговаривая с ними, передвигаясь пешком. Находя правильные растения, заготавливала их. Разговаривая, объясняла, что сорвав это растение, оно пойдет на пользу людям. Растение само отдавалось. Именно так собирались растения в те времена. Знающие люди. В дома, где ты останавливалась, были больные, которых ты излечала настоями или энергиями. Именно в этой жизни, отвечая на десятый вопрос, именно этим ты можешь завершить свою память и помедитировать в открытом пространстве, где есть разные растения. Попробовать пообщаться с ними. Иногда это может получиться энергия плеяд через твои ладони. Иногда телепатический, в расслабленном виде, без ожидания, опираясь на внутренние энергии. И закончил. Уважаемая Хилл, вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень, если он не активирован, это был бы самый лучший момент. Стержень активирован энергии, распространенной по всем энергетическим центрам. Тогда остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Хилла, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок. В знак благодарности за его визит, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Прекрасный подарок. Благодарим вас. Я от всей Леодианской души благодарю вас за этот подарок. Это был неожиданный и очень интересный подарок, который удивил меня. У вас был опыт на земле. Мы подумали, вам будет приятно увидеть то, что вы уже давно знаете, и эти энергии наверняка вам будут тоже приятны. Передавайте, пожалуйста. Да, это энергия, теплоты и времен года. Мне очень приятно. Здесь собраны все стихии планеты Земля. Так и есть. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет моим родным плеядам. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных со своей стороны. Мы готовы убрать все, что им мешает, препятствует в их развитии и открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Я благодарю за это предложение. Анна, привет. Ты можешь передать сам. Я могу. Передоступил. Конечно, я благодарю вас, уважаемый Ахилл. Традиционно мы не прощаемся, мы говорим до скорых встреч. Возможно, на своем дальнейшем этапе ваша подопечная Зане решит, например, встретиться со своим высшим Я и познакомиться с ним. В таком случае мы всегда приглашаем куратора и поднимаемся вместе с ним. А пока этого не настало, желаем вам всего наилучшего на этом месте. И я говорю до скорых встреч. Благодарю за эту прекрасную встречу. Благодарю вас. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Зане, мы закончили общение с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Очень интересные ответы. Отлично. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Зане в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.